Песни, которые лечат душу. Песни, которые помогают верить, надеяться и любить. Здравствуйте! Гость нашей программы – православная певица и композитор Юлия Славянская. Юлия, здравствуйте! Добрый день! Сегодня мы поговорим о ее творчестве и о том, что «Время помогать» уже наступило. Еще один гость нашей программы – Александр Ефимов, руководитель благотворительного фонда «Время помогать». Здравствуйте, Александр! Добрый день! Юлия, начнем с вас. Расскажите о своем творчестве. Почему именно вот такие песни, которые действительно лечат душу, помогают верить, надеяться и любить? Я пишу музыку, и тексты подбираются, вы знаете, как-то, вот те тексты, которые попадаются, это и поэты-классики, и современные авторы, духовные лица. Те песни, которые я прочитаю, они отложатся в сердце. Бывает, даже не сразу они трогают сердце, бывает, сразу же трогают и рождается музыка. Те песни я и стараюсь нести людям. Поэтому, наверное, если они переживают со мной, где-то они выстраданы, где-то я их пою со слезами и долгое время репетирую дома, чтобы не плакать на сцене. И, наверное, потом эти песни отзываются в сердце, в сердцах людей. Скажите, а есть у вас какая-то главная песня, которую действительно вы любите? Этот вопрос мне задают часто. Вы знаете, я песни сравниваю с детками, с детьми. Мне они все дороги, потому что они все как-то проходят через мою жизнь и в определенной ситуации рождаются. Даже я знаю, какая песня, в какой период жизни у меня родилась. И даже у меня ассоциации такие. Я вспоминаю, что было вот эти переживания. Но, наверное, самая первая песня, я считаю, одной из таких главных песен, это была песня «Пробудись душа». То есть с нее началось написание музыки именно на духовные тексты. А так, детки любят песни такие, как «Так дано много», «Боже спаси Россию», «Завещание матери», «Снежинка и Бог» и другие. И как вы пришли к таким песням? Можете сказать двух слов? Я родилась в духовной столице нашей России, в городе Сергеев Посад. И я думаю, это было таким, наверное, толчком, чтобы я в будущем, это я уже так вот анализирую по прошествию лет, наверное, все-таки стала на вот такой путь песни духовной. То есть вы считаете, что местоположение сыграло главную роль? Думаю, да, потому что дело в том, что я много лет жила в другом городе, но вот святой Сергей Радонежский недавно меня позвал опять к себе под свое крылышко. И я вот как-то это сейчас поняла, что это так промыслительно. Александр, вопрос вам. Именно вы привезли Юлию в наш город. Скажите, почему именно вот Юлию, почему такие песни? Душа обложена в ее концерты, и мы склоняемся в последнее время находить таких артистов, которые как раз пробуждают в людях добро, не суд, а какую-то духовную составляющую. Не просто там приехал артист, за деньги выступил и уехал. Нет. А так, чтобы польза осталась для души. Для того, чтобы человек после посещения данного концерта или встречи с этим артистом стал чуть-чуть добрее, оставился след в его душе. И появлялись какие-то позывы делать добрые дела. Вот так вот мы сейчас определяем задачу своего фонда. Вот в последнее время почему-то нас вот так ведет, наверное, Господь. И вообще в ближайшее время мы стараемся больше таких мероприятий проводить, потому что Юля приедет, она с нами поездит, потом уедет. Потом будут другие артисты, будут новые города. Да. Вообще в ближайшее время мы сейчас готовим очень серьезный проект с певицей Зарой. То есть специально тоже по такой же программе, то есть с благотворительными целями. Далее у нас в апреле месяце уже запланировано посещение нашего города известным актером Петром Мамоновым, известным по фильму «Остров». То есть это тоже духовные беседы, это тоже творческие встречи. И мне кажется, что люди, да и не только православные люди, вообще горожане, люди, живущие в Чувашской республике, соседних регионах, наверное, они будут с интересом воспринимать эти встречи. Мы вчера убедились на концерте Юли, что действительно, на самом деле, чего мы опасались, что народ не придет. Ведь православная певица, плохо народ... Да нет, почти полный зал, 800-е место, это же зал Уксая, почти полный был. Для нас это было вот это вот действительно режиссер. И то, что Юля несет в своих песнях, в своем творчестве, мы это вчера все видели. То есть действительно, и то, что духовенство благословляет проводить такие концерты, для нас тоже очень много, это значит, то есть они нас очень сильно в этом деле поддерживают. Это очень правильно, потому что я была сама на концерте. Спасибо, Юля, вам большое за ваши песни, за то ощущение счастья, которое вы несете зрителям. Но скажите, действительно, ощущение счастья, оно есть, когда вы поете свои песни? У каждого концерта есть ощущение счастья, несмотря на то, сколько придет людей. Бывает, что совсем очень мало людей, бывает большой зал, по-разному складывается. Но это действительно счастье. Мы вчера, я думаю, это все вместе испытали. Мне кажется, я больше всех испытала, потому что были на концерте дети, и они так украсили концерт, и до последней минуты были со мной рядышком, и столько любви было от них, ну и, конечно же, от всех людей. Я специально выхожу в зал, чтобы увидеть глаза, увидеть лица, и передать вот частичку своей теплоты, и как-то с ними поделиться. И всегда бывает обратная реакция, потому что мы все люди, и мы все на этой земле связаны, поэтому это действительно было счастье. Я знаю, что вы занимаетесь благотворительностью, да? Расскажите вот об этом. Вы знаете, я благодарна людям. Я просто на концертах прошу людей помочь. Иногда мы помогаем православным телеканалам, таким как «Союз», например. Также собираем средства для детей, инвалидов, стариков на Донбассе. И как бы моей тут лепты большой нет, это россияне. У нас замечательные люди в нашей стране, они отзывчивые. И я им так благодарна от всей души, что они помогают братскому народу. Что бы вы могли сказать, посоветовать горожанам, которые смотрят сейчас нас, и жителям республики, которые видят вас сейчас здесь на экранах телевизора? Просто сейчас время, надо как-то объединяться, как-то вот даже праздник, чтобы вы нас пригласили, потому что не на каждый канал могут пригласить не, наверное, таких вот раскрученных, известных певистов, еще поющих духовные песни. Но я очень надеюсь, что время потихонечку как-то у нас, все зависит от людей. Если даже вот на ваш телеканал пригласили, или вот мы вчера были на русском радио, первый раз я была на русском радио, конечно, песни мои не поставили на этой радиостанции, но я в будущем надеюсь, что все-таки наши песни и мои, и других исполнителей, песни, которые прославляют и славят Бога, Россию, Отечество, Любовь друг к другу, что они обязательно появятся и на основных каналах, и души, сердца людей будут отогреваться, теплеть, светлеть и укреплять нашу Россию, прославлять ее. Вспомним ваш концерт, немножечко окунемся вместе с зрителями в атмосферу вашего вчерашнего концерта. Я пришла за счастье. Я пришла за счастьем, вот мои ладошки. Боженька, ну жаль все, поделись немножко. Людям очень важно с мыслью просыпаться, что жива надежда, что нельзя сдаваться. Людям очень важно с мыслью просыпаться, что жива надежда, что нельзя сдаваться. Расскажите, вот потребность есть в таких исполнителях? Да, у людей потребность есть, просто зачастую они сами об этом не знают. Но так как мы видим, что артисты, они отзывчивые, они отзываются на наши просьбы, мы объединяем свои усилия и проводим такие добрые туры. Народу приходит на эти концерты все больше и больше. Я считаю, что это очень здорово и замечательно. Вы сегодня пришли в таком замечательном платье. Я думаю, все телезрители видят на вас платье в цветах нашего герба Чебоксар. Вот расскажите, откуда оно у вас? Я благодарю, конечно же, Инну, которая предоставила вот это платье с гербом города Чебоксар. Это ателье «Мирянка». И, конечно же, всех людей, которые пришли на концерт с таким теплом. Столько цветов подарили, конфет, подарков. Спасибо вам огромное. И мне было так вот действительно вчера тепло, хорошо. И столько детей было. Спасибо вам огромное. Пусть Господь хранит вас на многое и благая лето. К вас с Рождеством. Всего вам самого светлого и доброго. Ну что ж, на этой хорошей ноте мы с вами простимся. Вам, Юлия, в первую очередь большое спасибо за ваше творчество, за вашу способность делать людей счастливыми. Александр, вам спасибо за беседу. И приезжайте к нам еще в гости. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова